Всем привет! С вами Александр и мы продолжаем с вами изучать BodyPaint. Сегодня мы с вами немножко подредактируем текстуру в области нижней челюсти. В оригинальном уроке здесь идет челюсть и шея. Итак, что мы делаем? Мы переходим вот сюда во вкладку текстура. Идем в файл. Открыть текстуру. И ребята из Digital Tutors нам предлагают воспользоваться вот такой вот сеточкой. Нажимаем открыть. Ок. Итак, используя инструмент свободное выделение, выделяем любую область, которая вас устраивает данного рисунка. Стандартными комбандами копируем. Идем в текстура. Выбираем материал цвет. И вставляем. Но прежде чем вставить, я хочу вам подсказать еще один момент. Если у вас вдруг на какой-либо выбранной вами текстуре или материале, вот как в данном случае вдруг не отображается UV-сетка для удобства ориентации, вы можете нажать всегда сюда вот сетка, показать UV-сетку, скрыть ее или наоборот отобразить. Итак, теперь делаем вставку. Значит, вот эта вот область по UV-раскладке у меня соответствует как раз моей нижней челюсти. Итак, я ее перемесу сюда. Используя кнопку преобразовать, делаю произвольную трансформацию. Я могу увеличить, уменьшить, то есть изменить размер. Могу ее развернуть. Давайте немножко развернем. Вот так вот. Сдвинем. И чуть-чуть отмасштабируем. Значит, если потянуть за один из краев и перевести в противоположную, то вы можете ее отразить. Так, ну что ж, я, наверное, вот так вот и оставлю. Чуть-чуть еще уменьшу. Теперь, используя резинку, фиксируем наш слой, нажимаем «Да» и стираем лишнее. Опять-таки, используя масштабирование, можно чуть-чуть увеличить. Так. И оставлю вот так вот. Значит, вот тут, в слоях, давайте немножко мы сделаем перестановку. Мы слой, околлюзия, окружение, которое мы создавали в начале, передвинем в самый верх. Теперь выберем наш слой, который мы сейчас создавали. Давайте, чтобы не путаться, так и назовем его «Сетка». Значит, смешение, алгоритм смешения нам предлагают оставить нормальный, но вы тоже можете тут поиграть, посмотреть. И немножко нам советуют поиграть с интенсивностью. Я ее чуть-чуть вот так уменьшу. Перейдем во вкладку «Вид» и посмотрим, что у нас получилось. Вот на нашей нижней челюсти появилась вот такая вот своеобразная окраска в виде как раз сетки. Похоже, да, на нижнюю челюсть крокодила. Давайте, используя резинку, немножко вот тут размажем края, чтобы они не были слишком ровными. Обратите внимание, да, вот здесь проходит шов, и текстура обрезалась слишком прям ровненько, поэтому ее надо подправить. И немножко подправим верхнюю челюсть. Вот так вот. Сотрем лишнее. Так, и вот здесь немного. И вот немножко надо вот с этой стороны чуть-чуть стереть. Ну что ж, в целом это то, что я хотел вам показать в этом уроке. И, значит, также вы можете посмотреть, как изменяет интенсивность внешний вид непосредственно на своем персонаже. Вот я изменяю интенсивность, обратите внимание. И еще раз давайте попробуем изменить алгоритм сложения. То есть тут все тоже на ваше усмотрение. И в этом же уроке я хочу вам показать один момент, который есть в оригинальных уроках, но который я не могу сделать. Почему? Потому что моя машина уже не выдерживает. Значит, что надо сделать? Надо нажать на новый слой, переименовать его в мелкие детали, ну или как вы хотите, я для удобства цифрами обзову. И смотрите, в чем разница. Когда я зашел в BodyPaint, я сказал, что во вкладке Sculping, давайте я вам покажу наглядно, во вкладке Sculping, Digital Tutors нам советует опуститься на пятый уровень. Я опустился на третий. Почему я это сделал? Потому что это во многом ускорило мне работу во вьюпорте. Компьютер практически не зависает по сравнению с тем, что было, когда я остался на пятом уровне субдивижена или подразделения. Смотрите, в чем разница. Сейчас я поднимусь на пятый уровень, и моя машина полностью зависнет. Мне будет неудобно работать. Но если ваш компьютер позволяет, вы можете это уже сделать сами. Что изменилось? Посмотрите. У вас отображаются мелкие детали в области чешуи. Значит, сейчас, если я начну двигать камеру, то я полностью зависну. У меня уже компьютер не поддерживает и такое количество полигонов, и работу с BodyPaint, к сожалению. Значит, сейчас, если мы вернемся во вкладку BodyPaint, выберем наш персонаж, перейдем в слои. Вот у вас новый слой. Вы можете рисовать на нем мелкие детали. То есть, прорисовать мелкие детали отдельно и сохранить их как новым слоем. И также его редактировать. Ну что ж, я думаю, сам принцип вы поняли. Больше мне сказать в этом уроке нечего. С вами был Александр. Всем пока!